В этот день в 1990 году в Краснодаре создана, как тогда называли, 13-я группа группы А. Начиналось все с 20 бойцов. Сегодня кубанские альфовцы служат на территории двух федеральных округов Южного и Северокавказского. Многие наши коллеги выполняли и продолжают сегодня выполнять служебный долг в регионах со сложной оперативной обстановкой. Участвуют в реальных боевых действиях, в том числе в зоне проведения контр-сильской операции. При этом они проявляют мужество, профессионализм, стойкость, самоотверженность. Их заслуги по достоинству оценены Родиной. К сожалению, сегодня с нами нет боевых товарищей, которые отдали свою жизнь служению Отечеству. Мы помним всех, кто не дожил до этого дня. С праздником спецназовцев поздравил губернатор Александр Ткачев и представитель законодательного собрания края Владимир Бикетов. Глава региона напомнил, что именно отмечающие сегодня юбилей бойцы невидимого фронта приходят на помощь тогда, когда заканчиваются другие аргументы. Конечно же, ваша работа не подразумевает публичной популярности. Поэтому подробности сотен спецопераций, скорее всего, станут известны только нашим внукам и правнукам. Но мы должны быть на страже. Мы должны защищать жителей нашего края, пятимиллионную Кубань. Социалистические опросы показывают, что уровень доверия правительным органам, специальным службам в крае растет. Это неудивительно, потому что мы действительно показываем с вами высокий уровень профессионализма. Будем и дальше укреплять вашу материально-техническую часть, материальную базу. Я знаю, что это очень важно. Системно будем следить за этим и помогать, потому что тяжело в учениях, легко в бою. Это очень важно. Альфа Кубанская, она известна далеко за пределами нашего края. Прежде всего, своими героическими поступками. Вас любят, чтят, уважают. А уважают, значит, боятся. Это хорошо. С праздником. Мы чувствовали, ощущали мужество, героизм, надежность людей, которые сегодня стоят на страже государственности, на страже общественного порядка, на защите интересов жителей Кубани. От имени всех депутатов сейчас хочу вам сказать спасибо вам за вашу службу. Увидеть лица большинства из тех, кто получил сегодня награды, так и не получится. Чтобы безопасность региона и дальше оставалась в надежных чекистских руках, лица этих героев знать не обязательно. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.